В Чувашии появился шедевр изящной печати. Фоксимильное издание Библии Гутенберга. Флиант находится в музее Чувашской вышивки в Чебоксарах. Именно с этой Библии Национальный музей начал проект выставка одного предмета. Строка двухстрочная Библия Гутенберга считается вершиной типографического искусства. Немецкий первопечатник, первый типограф Европы Иоганн Гутенберг создал 180 копий Библии. Все они были напечатаны специальной краской с добавлением меди, серы и свинца. Причем большую часть книг на первосортной итальянской бумаге. Около 45 экземпляров на пергаменте. Над фоксимильным изданием Библии работала целая команда профессионалов. Мастера из Чебоксар и Казани. Книга точь-в-точь, повторяющая оригинал, оформление переплета, используемые материалы, верстка, даже следы старения и износа книг. При изготовлении учитывались абсолютно все детали. Аргентинская кожа, растительного дубления, катушка, обложка. Но остальное руки, материалы, краски. Наша российская кожа, она более жесткая, аргентинская более мягчая. Уникальность растительного дубления кожи, когда она в себя все принимает, любую форму можно из нее сделать. Поэтому так красиво и получилось. Фолиант хранится в специальном сундуке. Мастера создали его из дуба по образцам 15 века. На работу ушел почти год. Сделано вручную абсолютно. Иногда бывало так, что, например, работаю, вот чувствую, не идет, не идет. Нет, остановился, отвори до завтра. Все, завтра пришел, сможешь на свежий голод, пошло все нормально. Семь слоев последовательной краски. То есть красил, счищал там какие-то места, опять другой краской красил, опять счищал, пока для закрепления уже лаком не дал. И вот после уже покраски, ну, второе сосаривание делали. Искусствоведы отмечают, что и фоксимилии, и сундук являются интересными и необычными экспонатами для нашей республики. И, безусловно, заслуживают внимания. И у нас, оказывается, есть мастера такого высокого уровня, которые смогли воспроизвести, как печать, бумага ручная, потом кожаная, обложка кожаная, тоже очень с тиснением, с обработкой очень серьезной, старение этих материалов. Выставка уникальна хотя бы потому, что подобных у нас не было. Такие выставки может себе позволить Эрмитаж, допустим, создать фоксимильную какую-то копию и показать это. Фоксимильное издание Библии Гутенберга можно будет увидеть в течение месяца в музее Чувашской вышивки. Галина Зитарчук, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика.